здравствуйте друзья сегодня хочется рассказать о автомобильном рынке было автомобилей в литве последнее время в этом направлении наблюдается штиль принципе как и везде как говорят знакомые продавцы автомобилей западной европе стал маленький выбор и цены выросли а в литве покупательская способность уменьшилась тем более если сравнивать с тем годом когда до 1 июля в украине была таможенная льгота на производные машины и получается что до 1 июля все скупали все подряд но сейчас все это закончилось и уже только внутренний рынок остался а я нахожусь в паневерсе на авторынке были у меня старые видео года четыре назад я снимал здесь цены показывал ну и сейчас решил тоже показать ситуация изменилась авторынок уже не такой насыщенный как было раньше в первую очередь это повлияло ситуация с коронавирусом все разбежались отсюда начали продавать только через интернет и тем более сейчас данной ситуации тоже всем известная причина из-за кризиса экономического торговля падает и нет уже смысла здесь оставлять на рынке на долгое время продавать автомобили но автовозы все равно приезжает вот видим люди разгружают новый привоз будут выставлять здесь оставлять на площадке по-прежнему дизельные двигателя здесь на первом месте Nissan Qashqai 2015 года 1.5 дизель 10800 короткая база Qashqai Volkswagen Golf Universal 2014 год 1.4 бензин газ даже стоит 7500 хотя скандинава в Литве не боятся Volvo, Saab даже в основном из американского рынка а Volvo вообще популярна их с 90 11 года 8700 очень популярный XC60 и 70-ки Volvo Jeep небольшая экзотика 12 год 2.2 дизель 5500 еще один Qashqai 14 год 8900 1.2 BMW B бензин Volvo 50 мне кажется они от F60 9500 14 год дизель литровый BMW X1 свежий 19 года 19500 дизель но здесь что-то прям Volvo стоят друг за другом кто-то привез видим автовозом сразу пытаются продать сразу битую машину кому нужно 5 950 Honda Jazz 17 год бензин Peugeot Partner 5500 15 год дизель Passat свеженький Alltrak я как понимаем он полноприводный должен быть двухлитровый дизель 18800 19 год Volvo XC60 17 год 22500 дизель 2 литровый Toyota RAV4 13 год дизель автомат 13800 литовцы латыши они с ума сходят по автомобилям VAG группы Audi Volkswagen Volvo VF90 17 год 1880 но все равно они знают что Toyota очень надежно тоже Toyota здесь пользуются спросом новые сейчас берут в основном гибрид бензин очень много ездит их на дорогах BMW X4 14 год дизель 2 литровый 21900 автовоз стоит вот прям здесь выгрузили его даже не до конца и стоит демонстрирует себя автомобили кому надо из Франции Mercedes E 10 год 6600 310 тысяч пробег дизель Volvo еще одна XC60 10 год 2.4 дизель 9700 на экспорт то есть то есть машина хоть на экспорт не надо будет платить ПВМ 21 процент поэтому цена дешевле если ее купить кто-то из неместных граждан Audi A4 12 год 8 450 литровый дизель Peugeot Французов здесь тоже много Peugeot и Citroen 5600 11 год бензин 1.6 RAV 4 2013 года 10800 дизель литровый 189 тысяч пробег Механика Audi S-Line A5 2010 год 8 550 2 литра бензин Популярная модель для белорусов в Украине их много Mitsubishi SX здесь вообще редко она встречается 8300 2.2 дизель Белоруссия и Украина там ездит бензиной такими Mitsubishi Мосседес C класс года наверное 9 8 старенькая нет 11 года дизель цена 5400 BMW 11 года пятерка это да пятерка двухлитровый трубодизель 10400 11 год автомат Peugeot 3008 мне кажется это 12 год 6100 Audi не показал вам Q3 11200 12 год дизель двухлитровый сейчас зайду на сам рынок до этого машины который снимал это были рядом с рынком на территории тоже можно их ставить он относительно всегда был небольшой сейчас так он вообще стал меньше но я год назад когда искал себе машину был в Вильнюсе на авторынке в Каунасе они тоже уже не те машин там стало меньше потому что повторюсь все перешли на интернет продажи по объявлению так быстрее так быстрее выгоднее и меньше заморочек range rover 9 год трехлитровый дизель 9 и 2 9200 евро трехлитровый дизель по моему он знаменит что коленвал по полам ломается хотя машина конечно кайфовая Skoda тави это должно быть 10800 1.6 турбодизель 17 год ауди не знаю что за ауди а6 трехлитровый квадро 14000 14 года а6 митсубиси отлендер из германии не знал что они есть полностью электрических гибрид есть такие митсубиси отлендер только здесь я узнал в Литве об этом 6900 12 год 2.2 дизель 12 год 6900 Skoda Octavia еще в том кузове 2009 год 1.4 бензин 5700 редкий Hyundai на этих дорогах в Европе а вообще эти Hyundai Solaris или Теорио это вообще редко здесь их нет практически 4500 i30 Hyundai ну а тот же Solaris только Hatchback 11 год 1.6 дизель 4500 Крайний рынок скромненько стоят эти два черных Mercedes что тут у них указано они ничего тут не указаны коды комплектации не знаю какая цена какой год вот можно по стекло определить 22 свежие очень машины 2 они они что здесь просто на хранение еще одну редкость увидел на дорогах европы Литвы от Chevrolet Cruze который очень популярен ну не очень но популярен понакупали в свое время и Беларусь и Украине и России что тут за экземпляр 3.800 евро 2013 год 1.7 дизель дизель но там то в основном все бензиновые 1.6 литровые Nissan Juke год 12 1.5 1.5 дизель цена 6.500 клиент у кого то нарисовывается проверяет ездовые качества красного гольфа плюс BMW черная с немецкими номерами 530 11 год 12.500 Yeti Skoda французский транзит 6.200 1.2 бензин 2013 год 6.200 X1 популярным двухлитровым дизелем 11-го года 8.400 на механике вот этого старого мамонта тоже продают 2002 года 2.850 Nissan X-Trail оригинал машина очень надежная хорошая популярная Opel 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 6.350 13-й год 1.4 бензин Opel Zafira Hyundai Santafe дизель должно быть 4WD 6.200 Кайна 6.200 евро стоит 2010-й год 2.2 дизель Одна из популярных моделей Toyota Yaris любит ее ценят за надежность 4.500 1.4 дизель 11-го года вот знаю эту модель знаю цену на них какие были в том году за 4.500 такую просто вырвали с руками если она конечно там не совсем уж там так вот нормальное состояние а сейчас вот она стоит ждет своего клиента в том году за такой машины приехали покупать из Греции перекупщики купили у меня такую Toyota Yaris Audi 4-й универсалду 9-й год седьмого месяца цена 6.850 Toyota RAV4 на французских транзитах 7.900 2.2 дизель 11-го года 7.900 насколько мне известно очень ненадежные и менее популярные чем другие паркетники Mazda C7 2.2 дизель 11-й год 5.750 ну может быть дизеля получше ходят чем бензина двигателя у них Mitsubishi от Lander на литовских госномерах возможно куплено здесь новое новым пробег 45.000 Pirtas на из Литвы да вот куплено новое в Литве хороший вариант 17.800 но цена 17-го года почему хороший вариант потому что ну есть история можно что-то найти автомат машину которую пригнали из Европы ну да никто не знает вообще что там с ней но есть варианты что да есть бумаги там прикладывать все вот это реально можно все подноготную от и до узнать из уст хозяина и от официального источника если он где-то проходил сервисное обслуживание а если не проходил а проходил только технический осмотр то там тоже на талончике каждый раз опишется пробег который на данный момент есть при осмотре технического состояния этого автомобиля идем на kia sportage но свернем на раносценник потом подойдем kia sportage белый раносценник 12600 евро 18 год 1.5 дизель kia sportage тоже на востоке очень популярна машина 1.6 бензин передний привод скорее всего 9700 913 года 12 месяц конец 13 года побег 142000 написано ровер красивый черненький цены нет ничего нет не известно что он здесь делает ждет кого-то когда цену напишут на аудио четвертый черный есть цена бумажка посмотрим механика вижу 6959 год двухлитровый дизель из лайн кожа вода honda crv модель на которую не падают цены уже какой год знаю что они в районе 70000 восьми продаются вот 60000 седьмого года 2.2 дизель 103 киловатт 6000 цена недорогая сейчас плавно переходим рубрика ретро автомобилей до 115 или 116 кузов Mercedes E-класс вот этот Mercedes мне знаком я знаю чего имегиусу передаю привет машина не крашена целая пригнанная из Италии требует небольшой реставрации а так тут пробег сколько тут пробег 260 тысяч хороший аппарат комплектация климконтроль вот надеюсь летом он мне даст на ней прокатиться ну или как минимум сам меня на ней прокатит желаю тебе Remigius удачи восстановления этого красавца Subaru автомобили Subaru в Литве тоже не боятся их здесь много пригоняет из Германии хоростеры любят 12-й год двух литровый дизель не знаю цен нет родное лобовое стекло с подогревом зон дворника даже есть набирают обороты популярности гибриды Toyota Prius и вот это Auris какого года 11-го года 7300 1.8 бензин электро электро ну и цена вот у них соответственно 11-й год 7300 Citroen он же Mitsubishi от лендер у них вроде как база одинаковая C-Cross 12-го года 2.2 дизель а Oda кожа 7800 за 12-й год покажу вам еще старенькие модели Volkswagen Passat очень популярен здесь знаменит любят его 2 литра дизель 4300 цена год 2010 пробег 335 тысяч такой же Passat 4200 9-й год пробег 280 тысяч это Corolla вот именно в этом кузове по-моему 140-го очень редко его здесь встретите но машина крайне надежная хорошая автомат 5300 2008-й год 1.4 дизель 5300 цена Avensis тоже редко встречается 5800 12-й год 2 литра дизель вот 5800 да 12-й год в этом кузове и та Corolla 5300 по-моему хотя Corolla она считается классом ниже а цена 5300 за 8-й год вот так Chevrolet Coptiva 6200 10-й год двухлитровый автомат Volkswagen Passat CC посмотрим что за него хотят и какого он года 9500 за него хотят он 14-го года 1.4 бензин стоит автомат и возможно даже не DSG потому что нет наклейки DSG еще одна Toyota Yaris из Франции 5500 13-й год Passat из Франции 8900 11-й год двухлитровый дизель автомат 163 тысячи не знаю даже что вам из свежего показать свежих что-то здесь нет особенно автомобилей 7000 Tiguan 2009-й год двухлитровый дизель BMW 2015-й год семерка 740 18-й 220-литровый дизель экзотика Cadillac на литовских номерах 32 тысячи 17-й год бензин гибрид элект думаю из-за этого у него и такие номера стоят как на электромобиль Audi Q5 S-Line 35000 цена 35,5 2017-й год трехлитровый 12000 пробок Volkswagen Golf 4709 год 1.4 бензин Passat более-менее свежий 13500 евро 18-й год 1.6 дизель Jaguar 17-го года F-Pice Jaguar двухлитровый дизель стоит 18950 цена 17-й год Mercedes CL 250 167000 пробег 15-й год дизель автомат полный привод 4 на 4 Ребята я думаю хватит до сегодня видео посмотрите не знаю это так ориентировочные цены ориентировочные ситуации на рынке может кому-то что-то надо напишите уточню информацию про тот автомобиль который вам понравился все спасибо за внимание пока Скорро дизель до 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 Продолжение следует...